здорово народ с вами варчик в этом видео поговорим с вами про полевую модернизацию 11 августа вышел патч 114 в котором была эта самая полевая канализация уже практически три месяца даже чуть больше прошло с того времени как это появилось в игре уже можно сделать какие-то выводы было очевидно что в целом танки апнуться поскольку там есть увеличение параметров и характеристик всех танков в игре даже если вы просто прокачайте полевую модернизацию и не будете ничего там в ней выбирать то все равно с повышением уровня у различных классов техники увеличиваются параметры допустим у ст-шек то мощность двигателя утяжей хп и так далее даже если ничего не выбирать в парных там этих улучшениях все равно все танки улучшаются а если еще добавить оборудованию 20 подготовить два набора оборудования перед боем выбрать парное улучшение то в целом можно собрать какого-то монстра но как в целом повлияло полевая модернизация улучшилась ли игра комфорт выбора перед боем одного или другого оборудования набора это конечно да прикольно интересно даже можно снарядики там подобрать где бой помягче где бой пожестче чтобы в каких-то боях чаще пофармить или не уходить сильно жестко в минус это прикольно но больше прикольного в полевой модернизации именно для игры для общего состояния нет ничего даже все намного хуже чем я ожидал поскольку я ожидал что просто все танки немного апнуться и все но что произошло на самом деле разница между слабыми и сильными танками увеличилась до какого-то безобразного расстояния то место где находится старый устаревший конченый слабый танк это место где находится новый сильный имбовый это просто две разные галактики поскольку на уже сильный танк подбирать оборудование 20 полевую модернизацию гораздо легче и комфортнее чем на старый всратый танк поскольку туда чё не лепи все равно он слабый и разрыв получился огромный турбо боев на мой взгляд стало гораздо больше я сейчас расскажу почему если раньше в основном турбо бои были из-за чего дисбаланс респов из-за чего на некоторых респах команда боялась или не хотела даже ехать играть поскольку у одной из команд такие всратые направления на карте что их просто невозможно играть из-за чего команда задыхалась прям сразу на респе и не могла даже нормально сыграть сейчас в принципе тоже самое дисбалансных респов полным полно также еще танкисты и мудрялись иногда играть по пол команды с нулем урона потому что но они так играют ничего с этим не поделаешь они 10 лет так играют но что добавилось еще еще добавилось такое состояние боя когда уже изначально одна из команд имеет у себя в наличии танки которые просто не играбельные вообще не могут выполнять свою функцию никак абсолютно из-за чего одна из команд остается без ключевых игроков которые не выполняют их действий чтобы сдерживать направление сдерживать направление легких танков там пт-шек ст-шек тяжей если на фланг для тяжей приедет старый устаревший мусор который ничего не может ничего не пробивает вообще никакущий что он сделает постоит там туда сюда дай бог если не сильно просядет по хп но в целом он ничего не сделает скорее всего это направление уже слито до того как оно начало играться вообще а что будет с направлением легких танков если на него приедет лт который вообще ничего не может она тоже его сольет сто процентов шансов даже нет на победу старые танки стали вообще не конкурентно способны и они свои функции не выполняют это еще накладывается на дисбаланс огромный в картах сверху еще накладываем великолепные вообще божественные прямые руки танкистов такими руками только в танки играть вот и получается что огромное количество боев она вообще отсутствует по содержанию она не может быть содержательным боя нет он не происходит изначально уже на респе очевидно на 900 процентов что одна из команд не в состоянии принимать вообще участие в бою что будет если всратые танки попадут на всратый респ они никогда в жизни не выиграют только если враги на хорошем респе с хорошими танками будут топиться прыгать со скал жопа ехать вперед по полю выйдут половина из боя такое тоже возможно это же бывает но все равно это тоже будет не бой вот и получается что сейчас в картошку заходишь а там внутри нажимаешь в кнопку в бой и за этой кнопкой в бой тебя бои не ждут их там нет вот сформировался бой загрузилась две команды у одной из команд допустим lt которая ну вообще ничего не может причем она не может много лет плюс еще сверху добавили оборудование 20 полевую канализацию и это лтшка стала отставать от остальных еще сильнее она и раньше ничего не могло а сейчас тем более и смотришь потом статистику таких людей он на нем накатывает много боев а ничего на нем сделать не может так поймите же своей головой что большая часть танков картошки она вообще не играбельная поэтому и статистика у многих плохая открываешь статистику а у него на плохих танках на игра на тысячи боев чему можно научиться в игре world of tanks играя на плохих танках если не начало боя не середину боя толком не можешь провести на плохом танке ты не влияешь на бой ты просто присутствуешь тянешь свою команду присутствием своим на днище и до конца боя вряд ли доживаешь потому что твой танк но не способен ни на что а раз ты имеешь плохой процент выживания редко доходишь до конца боя значит и не научишься его тащить мало того что физически тяжело сделать на таком говне нормальный бой и затащить так еще и свой скилл не поднимается потому что ты его не тренируешь не обучаешь не улучшаешь нет наглядного примера нет вообще ничего и посмотрите на чем играют статисты хорошие игроки они играют на хороших танках потому что большая часть танков минимум половина они вообще не играбельны да статисты на плохом танке что-то сделает но это будет гораздо меньше чем на хорошем танке и даже на хороших танках статисты все равно не любят их все все равно у них есть свои предпочтения поскольку каждый играет по-своему на мой взгляд это печальная ситуация понятно что для разрабов это кайф большая часть танков не играбельная а ветки как-то качать хочется в игре есть чертежи и свободка донат поэтому большую часть танков и веток нужно вообще проходить не играя на них потому что а зачем зачем мучиться на конченных танках если они просто не играбельные ты попадаешь в бой и уже тянешь свою команду на дно и сам ты не сыграешь хорошо не получишь никакого не кайфа не удовольствие не содержание в игре и команду на днище свою тянешь то что разрабы молодцы это даже не обговаривается но танкисты они как назло берут мало того что они уже прокачали какой-то конченый танк они еще и на нем накатывают бои на кой хрен вот эта игра живет с такими конченными понятиями по одной простой причине потому что танкисты сами это все так делают они пользуются этим бредом спрос рождает предложение разрабы делают бредятину конченую а танкисты ею пользуются на мой взгляд 2021 году да и думаю 2022 году и уже давным-давно картошка существует таким образом либо ты хорошо играешь на хороших танках и пропускаешь конченые либо в ней нечего делать что очередной раз подталкивает на донат и вся игра на этом и закручивать но вот первые 18 тысяч боев я в этой игре сыграл не донатя в нее ни копейки потому что это было реально и возможно было интересно я видел что все зависело от моего скилла я развиваюсь в игре и содержание в бою мою улучшается и увеличивает мое влияние на бой тоже увеличивает но сейчас играть на половине танков вообще непозволительно поскольку они просто не играбельны а нас еще ждет экипаж 20 что очередной раз может забустить сильные танки и настолько слабо забустить слабые танки что они будут еще дальше также на что еще повлияла полевая модернизация это на то что старые танки в основном имеют альфу меньше чем новые альфу ты никак не увеличишь и некоторые танки с барабанами которые раньше забирали танк с барабана сейчас почти никогда не имеют возможности с барабана забрать танк банально урона не хватает которого хватало раньше и на старых танках такая скромная альфа с виду что даже вообще стыдно на нем в бою находиться мало того что у новых танков чаще всего альфа больше все параметры лучше они имбовия не все есть новые танки слабые разрабы как по приколу добавляют что но альфу ты никак не увеличишь а вот хп можно увеличить и новый танк с большой альфой еще и с увеличенным хп в разы мощнее чем старый мусор тем более что сейчас большинство карт коридорные и там все сражения происходят на второй минуте боя лоб в лоб чтобы бой закончился на третьей минуте вот такая полевая модернизация ждем экипаж 20 видимо разработчиков не устраивает что turbo бои это всего лишь половина боев им нужно больше что вообще принципе боев нормальных не было всем спасибо кто досмотрел до конца пишите обязательно комментарии что вы об этом думаете с вами был арчи карать красиво всем пока